Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Петр Ившин и это вторая лекция из моего курса, посвященному разным стилям музыки, аккомпанементу на ударных инструментах в разных жанрах. И сегодня эта лекция будет посвящена игре баллад медленных темпов и в первую очередь джазовых фактур. В этой лекции мы рассмотрим принцип игры джазовой баллады и также немножко краснемся эстетике джаз-вальса. И для баллады, демонстрации баллады мы сейчас сыграем известный джазовый стандарт, который называется My One and Only Love. Ну и после этого я немножко расскажу о том принципе, о тех принципах, которыми я пользуюсь для игры этого стиля музыки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То есть если темп очень медленный, мы понимаем, что в джазовых фактурах вторая и четвертая доли являются акцентированными, приоритетными и важно понять, где находится вторая и четвертая доли в хай-хете. То есть каким образом мы должны понять, в какое время ее играть. И у меня было раньше очень много проблем с этим связанных, потому что я не понимал, как считать эту музыку. Потом мне помог один мой коллега, объяснил, и когда я стал пользоваться этим принципом, у меня появилось понимание. Значит здесь самое важное, это понимать, что если мы играем джазовую балладу, а джаз это чаще всего 95% джазовой музыки, это триольная пульсация. Для того, чтобы играть в медленном темпе, нам обязательно нужно считать более мелкие длительности. И в данном случае я предлагаю считать секстоли. То есть это будет, получается, двойной темп относительно триолей. И если мы играем четверти вот таким образом, да, вот если у нас вот такой темп, то я считаю обычно таким образом. Так это, 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 так это. То есть выходит, что если мы про себя считаем такое время, нам значительно проще уложить фразировку и сыграть какие-то приемы, фразы внутри этой пульсации, филы, которые тоже являются продолжением этих самых триолей. То есть они исходят из, как я уже сказал, триольной пульсации. Ну и тот прием, который я люблю часто использовать, я услышал его в старых записях одного из своих любимых барабанщиков, Филе Джо Джонса. Он очень часто использовал, играя баллады, такую вещь, что он не играл хай-хетом. И это создавало определенное пространство, очень интересное в музыке. То самое пространство, которое создает больше воздуха, потому что хай-хет — это определенный тембр, определенная краска, которая может быть иногда очень навязчивой. И что мне нравилось в игре Филе Джо в этих стилях, что он иногда просто не играл этот хай-хет, и это добавляло просто больше воздуха в общей фактуре. Ну и, как вы видели, окончание пьесы я решил сыграть литровыми палочками, как бы раздуть тарелки. Это такой очень часто используемый прием, который просто добавляет немножко шарма в окончание этих баллад. Ну и теперь мы сыграем, перейдем к джаз-вальсу, как я и говорил до этого. Вот мы сыграем джазовый стандарт «Someday my place will come». И еще так же скажу потом пару слов относительно игры джаз-вальса. Джазовый стандарт «Сomeday my place will come». Джазовый стандарт «Сomeday my place will be как» А Pl desarrollo гердемcards «Сomeday my place will come». П property garden «Sp 만들 где- kaz compelling, чтобы враги» И уже так же увидеть «Сomeday my place will come». Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Спасибо